Мы с вами продолжаем тему цифровых технологий здравоохранения в республике Башкортостан. И с точки зрения системы организации медицинской помощи хочется отметить, что процентов 15, и этот процент растет, медицинской помощи оказывается в медицинских учреждениях, у которых форма собственности негосударственная. Конечно, 85% это основные ЛПУ, основные те точки, где наши пациенты получают бесплатную медицинскую помощь в счет обязательного медицинского страхования. Это, конечно, важный аспект для того, чтобы решать все наши глобальные вопросы с оказанием медицинской помощи, но система здравоохранения в частных медицинских учреждениях имеет свое преимущество. Вот мы сейчас с вами находимся в интересном таком месте, это центр, инновационный центр, который занимается МРТ-диагностикой, занимается высокодосным фокусированным ультразвуком. И, наверное, такие центры возможны именно на территории, где правит частная система здравоохранения, частный бизнес и прекрасное белое помещение. Мы так зашли, немножко даже так засветилось в глазах. И вот с нами Лизида Маратовна, она как раз генеральный директор, самоврач, который занимается этими технологиями. И мы, развивая нашу сюжетную линию, приехали именно сюда для того, чтобы все-таки показать вот те 15%, где пациенты могут получить дополнительные какие-то услуги, какой-то сервис, а может быть какие-то даже уникальные медицинские решения, которые возможны только в частной системе здравоохранения. Здравствуйте, Лизида Маратовна. Давайте на эту тему поговорим. Расскажите про ваш центр. Здравствуйте, спасибо. Мы являемся, на самом деле, наверное, уникальным центром с точки зрения того, что мы первый центр в России, который запустил использование фокусированного ультразвука в нейрохирургии для терапии двигательных нарушений у пациентов с болезнью Паркинсона, с эссенциальным тремором. И также мы можем оказывать помощь пациентам с нейропатической болью. Через несколько месяцев у нас расширяется линейка возможностей использования фокусированного ультразвука. Мы лицензируемся по психиатрии и сможем помогать пациентам с органическими формами депрессии, с обсессивно-компульсивными расстройствами. Эта технология новая, и она сейчас очень становится популярной по всему миру благодаря именно особенностям неинвазивности. То есть пациенту не надо оперировать без болезненности практически процедуру. Она выполняется в полном сознании пациента. И пациент утром приходит, вечером уходит домой. То есть это вот особенность, которая подкупает и заставляет развивать данную технологию. Плюс самый, наверное, приоритет этого метода, что мы можем проникнуть так глубоко в головной мозг, как, например, ядро талямуса, и оказать там мельчайшее воздействие именно на то ядро, которое у пациента вызывает тремор. То есть чтобы нейрохирургу через все слои дойти до данного ядра необходимо 8-9 часов, чтобы полностью выполнить эту операцию. У нас планирование занимает 40 минут. Нашими глазами является наш аппарат МРТ, он является нашими чувствительными пальцами. То есть он в реальном времени измеряет температуру мозга, показывает, где мы находимся, как мы двигаемся. Для меня, как для нейрохирурга, было фантастика ощущать движение. То есть скальпелем сейчас является фокусированный ультразвук. Это вот движение на 0,1 мм. Когда ты задеваешь на первом этапе теста вдруг нижнюю губу, угол рта, или пациент говорит, у меня какие-то мурашки. Это значит, мы немного задели чувствительное ядро. И мы уходим от этого чувствительного ядра, и оборудование настолько высокоточное, что оно позволяет идти шагом 0,1 мм. То есть я не помню, чтобы где-то у нас в нейрохирургии, у меня до этого, во время проведения операции, вот была такая точность меньше миллиметра. И ты действительно уходишь 0,5 мм, 0,8 мм, делаешь повторный тест, видишь, что уже нет никаких нарушений, и понимаешь, что ты стоишь там, ты где стоишь. Вообще МРТ-навигация, это же шикарный метод. Я так понимаю, что МРТ позволяет избежать вот этого эффекта кавитации, когда ультразвук не проходит и не видно. И вот мы делали, ну я в свое время занимался раком сальжелезы, и мы тоже делали хайфу терапию. И пройдешь, первое слово, и там все скипело, все, дым, крым, и ничего не видно. Я помню, я сам лично не занимался именно МРТ-навигацией, но я знаю, что МРТ дает возможности гораздо больше, чем просто такая вот возможность ультразвуковой навигации. Потому что ультразвук, это же не только терапия, но и диагностика, и то есть можно сразу видеть, как это происходит. А как у вас это? У нас операция делится на два этапа. Сначала мы делаем МРТ пациенту, совмещаем МРТ-картинку с его компьютерной, томографической картинкой, это кости и мягкие ткани. Мы определяем участки, которые нам нужно обойти. Это могут быть кальцинаты, это могут быть какие-то изменения со стороны головного мозга. И после этого программа нам позволяет определить количество именно ультразвуковых передатчиков, которые запустят эти волны в одну точку. И относительно этого мы понимаем, какой температуры мы достигнем. А во время операции МРТ работает постоянно. И мы прям видите температуру в точке воздействия. Да, мы видим температуру, какую мы достигли. То есть на первом этапе мы достигаем температуру 42-40 градусов. Это позволяет вывести нейроны в такую стадию временного выключения их функций. То есть мы нагреваем участок талямуса до 42 градусов, быстро забегаем, смотрим пациента, потому что эффект длится буквально 2-3 минуты. И как только мы проверяем, что мы действительно попали, и вот именно выключение нейронов при 42 градусах позволяет определить, что мы стоим точно, мы ничего не задели. И дальше мы уже переходим к следующей фазе, и уже также на МРТ просматриваем и поднимаем температуру до 58-62 градусов, и уже этот участок коагулирует. Вы добиваете себя к кавитации или это чистая коагуляция? Это коагуляция. То есть нету скипания, да? Это бабло, пузырьков не появляется, да? Пузырьки появляются время от времени, но оборудование ловит пузырьки. И обычно мы видим, где был пузырек. То есть появление кавитации оборудование гасит. Там специально есть антиковитационные участки, которые ловят их. И если мы видим, что была кавитация, то я действительно понимаю теперь, что вот у меня эффект снижается, и мы делаем все, чтобы этих кавитаций не было. Там есть специальные фишки, такие маленькие, которые мы можем переключить в программе, уменьшить кавитацию, уменьшить количество концентрации кислорода в воде. Это уже уменьшает кавитацию. Интересно. Какие показания к этой методике? Какие пациенты у вас сейчас проходят? Сейчас мы имеем возможность помогать пациентам с эссенциальным тремором. Это дрожание рук, дрожание ног. Это паркинсон, да? Нет, паркинсон отдельно, эссенциальный тремор отдельно. Я уролог. Да, это не моя фишка. Эссенциальный тремор – это относительно доброкачественное заболевание нервной системы, когда у пациента нет дегенеративных нарушений, но есть изменения, которые приводят функционально к появлению дрожания. Чаще всего имеется семейный характер – это дрожание рук правой, левой руки, присоединяется голова, может быть, дрожание голоса, губ, век и дрожание головы. Очень редко вовлекаются ноги. При болезни паркинсона немножко другая история – это дегенеративное заболевание, связанное с нарушением дофамин, ригического обмена. Она не работает? Да. Нет, она работает, но мы убираем не само заболевание, мы убираем симптомы заболевания. То есть пациентам с болезнью паркинсона мы убираем дрожание, мы убираем ригидность или скованность, которая у них есть. За счет того, что какой-то центр, который подает эту патологическую импульсацию, вы его блокируете, выключаете. А какие еще пациенты, может быть, вы планируете еще для каких-то группы пациентов использовать? Мы ищем пациентов с нейропатической болью. Это уникальная методика, она может помочь им и очень эффективно. Это пациенты, у которых боль локализуется глубоко в головном мозге. Пациенты оценивают уровень боли 9-10 баллов из 10. Они принимают нестероидные противовоспалительные препараты. Они ходят к ортопедам, к лор-врачам, к офтальмологам. У них есть какая-то боль в организме, но эта боль не подтверждается ни изменениями на каких-либо исследованиях, ни на МРТ, нигде. И проявляется просто локус боли где-то там глубоко в талямусе. И выключение этого локуса боли позволяет людям полностью освободиться от данного симптома. Когда вы начали свою работу? Мы начали ее совсем недавно. Честно говоря, 5 мая этого года мы провели первую операцию. Мы планировали проведение операции в марте. Из-за ковида случилось закрытие всего. И мы начали только 5 мая. Мы-то с вами про цифровые технологии. Я знаю из моего опыта, что мы вот такую инновационную технологию очень здорово можем использовать с наложением дистанционных технологий. Ну, к примеру, какой-то врач удаленный, который обладает большей экспертизой, он может перехватить, ну, в хорошем понимании слова, перехватить управление и помочь хирург, который только сейчас, допустим, становится на этот путь. А у вас так тоже тут работают технологии? У нас случилась интересная ситуация, что когда вот мы запланировались открытие на 23 марта, и к нам запланировался приезд из Лондона, из Испании, из Израиля, из Америки, специалистов, которые помогают, докторов, которые помогают запустить данную технологию, случился локдаун, всех закрыли, все сели по домам. И мы попросили разрешения, чтобы нас научили. Мы сказали, да, понимаем, что сейчас идет что-то начинается. Мы не можем сказать, сколько долго это будет. Давайте хотя бы вы научите нас, как мы должны использовать это оборудование. Мы прошли онлайн-обучение, мы начали работать на фантомах каждый раз, каждый день. Мы там по пять, по шесть саникации делали, фантомов точно попадали. И тут сама компания сказала, почему бы нам не попробовать удаленно вас запустить, потому что никто не знал, насколько долго это все будет. И на самом деле вот 5 мая подключили Лондон, Пола Рега, Тесо Кейс из Испании, подключили Джулию из Италии и Дэниела Молчанова из Санкт-Петербурга и провели операцию первому пациенту. То есть в действительности мы являемся первым центром в истории производителя данного оборудования, который разрешил запустить методику удаленно, и причем достаточно сложную нейрохирургическую. Цифровые технологии, это сквозные технологии, они проходят через всю нашу жизнь, через всю нашу медицину, и не только разные направления, но и такие, например, как образование, обучение, консультации. Везде есть эта цифра, и вот даже здесь оказывается такие интересные есть опыт. Есть опыт. А вы сами учились в Америке, да, я знаю, это методики? Да, у меня вот вся жизнь, наверное, это учеба, связанная с тем, чтобы стать лучше в нейрохирургии или там в организации здравоохранения. На самом деле, когда я проходила учебу по гранту в Соединенных Штатах Америки, я увидела эту технологию, я была несколько удивлена, потому что в России о ней практически никто не знал. И когда я вернулась, начала рассказывать... Кроме урологов, которые кайфу давно одни из самых первых используют. Да, нейрохирургии, вот. И дальше мы смогли запустить наш медицинский центр, нашли инвестиции. И сейчас мы выполнили 23 операции. М-м-м... С мая по конец октября. Здорово. Это все пациенты с эссенциальным тремором, да? И с болезнью Паркинсона. Угу, и с болезнью Паркинсона. Угу. Ничего себе, интересно, интересно. Ну, вы занимаетесь, понимаю, и обычной МРТ-диагностикой, правильно, да? Ну, обычная, можно ли называть МРТ-обычная вообще диагностика, это шикарнейший метод, который у нас, допустим, в урологии, и без него невозможно вообще говорить с предстательной железой на предмет рака и что-то. Вы тоже этим сейчас занимаетесь, правильно? Да. Можете пару слов рассказать? Конечно. Когда мы подбирали оборудование, мы исходили не от самого оборудования, а от человека, который будет работать. То есть на первом месте у нас всегда стоит кто, а уже потом стоит что. Если нет у человека, то не будет работать оборудование, и поэтому мы... Чикаго-то у врача, да? Да, врач, конечно, конечно. И когда мы выбирали оборудование, мы выбрали именно его таким, чтобы было интересно развиваться. И мы получили полный пакет по неврологии, по нейрохирургии, по кардиологии. Мы сейчас делаем полный пакет по гастроэнтерологии. Вот уникальность нашего оборудования в том, что, например, по неврологии и нейрохирургии мы можем смотреть черную субстанцию. И это просто настройка оборудования, это желание человека видеть ее. Я не знаю. Это не Тесла. Черную субстанцию. Это как раз та структура, которую смотрят при подозрении на развитие болезни Паркинсона. И если мы не видим черную субстанцию с 97% чувствительности, мы можем сказать, что здесь неэссенциальный тремор, здесь болезнь Паркинсона. Раньше был такой порог или представление, что только три Тесла, но на самом деле, когда мы подбирали оборудование, нам сказали, что это перечень программ, это шаг, это умение доктора видеть и желать научиться. Сейчас мы делаем на МРТ кардиологические исследования полностью, мы можем видеть миокард. Мы один раз спасли малыша 14 лет от операции. Ему при эхо исследованию поставили фиброму и выявили, что необходимо удаление этого участка. Объемное образование росло между межжелудочковой перегородкой и показалось докторам, что оно мешает сокращению желудочков. Когда мы его привезли, мы его сделали по кардиопакету, мы увидели, что это не фиброзная ткань, это банальная липома, которая лежит совершенно и не мешает. То есть мы померили весь объем, сокращение миокарда, посмотрели и поняли, что данное образование пациенту не мешает, и его отправили домой. МРТ это вообще такое сплетение цифровой технологии. Там вообще практически только получаем информацию, потом мы работаем, мы там эти программы, те, о которых говорите, и обработка информации, которые приходят с этих сенсоров, когда на них воздействуют этим полем. Расскажите, что у вас за аппараты? Вы имеете в виду? Да, МРТ. МРТ. Мы сейчас, да. Когда мы покупали оборудование под фокусированный ультразвук, мы были четко... То есть единственный аппарат, который работает со столом фокусированный, это был аппарат GE, General Electric. Поэтому были несколько подвязаны. Это, конечно, несколько грустно, что ты не можешь выбирать из всей линейки, но выбираем и выбрали, постарались выбрать Rolls-Royce. И сейчас у нас прошла на прошлой неделе встреча с европейским офисом General Electric. И благодаря тому, что у нас имеется такой уровень оборудования, мы стали научным центром GE в России. То есть вместе с ними мы будем проводить исследования и развивать направление именно по магнитно-резонантной томографии. Есть вопросы по последовательности, например. Какая последовательность лучше, чтобы найти какую-то патологию? Или, например, в кардиологии несколько МРТ не широко используется, хотя можно его широко использовать. Или в гастроэнтерологии. То есть сейчас мы даже можем посчитать процент жира, который есть в брюшной полости у пациента, используя именно гастроэнтерологические программы. Хорошо. Интересно. Скажите, вот те данные, которые вы накапливаете, это опять же цифровые все данные. Вы их накапливаете? Мы их накапливаем, мы их тщательно бережем, заботимся об информационной безопасности. И думаю, что вот сейчас, когда мы запустим научные исследования совместно с General Electric, эти данные будем использовать для того, чтобы проводить те или иные научные исследования. То есть вы войдете в какую-то общую программу, которую GAA проводит? Мы как бы в нее уже вошли, у нас была первая встреча, они нас выслушали и выявили те направления, которые нам интересны. И по этим направлениям они сейчас разрабатывают пакет предложений, по которым мы будем. То есть они нам дают направление, говорят, вот наши интересы совпадают с вашими интересами, мы вот это с вами... Ну, это общий протокол, наверное, где, наверное, не только ваш центр принимает участие. Ну, это такая традиция. Мы, конечно, очень хотим войти в различные исследования с использованием искусственного интеллекта, потому что я знаю, что в Нью-Йорке, например, во многих клиниках уже не человек смотрит МРТ колено, а смотрит машина, например, маммографию груди тоже смотрит машина. И по проценту выявлений и количеству ошибок машина, конечно же, выигрывает по сравнению с человеком. Ну, в реальном направлении. Ну, в России, кстати, интересная ситуация. В основном сети, в основном КТ. КТ занимаются, наверное, попроще. Все-таки МРА, МРТ – это немножко другой вообще стиль смотра этих информации. У нас простат, у нас, смотрите, несколько видов вообще. Т2 взвешенная, диффузная. И я когда об этом узнал, так вообще был удивлен, я обычно смотрел так на снимок МРТ. А, ну вот, так, выдумал немножко. Я когда прошел недавно тоже курсы по МРА и понял, что это немножко не так, возможностей гораздо в этом плане больше. У меня вопрос такой, который меня постоянно, вот на протяжении, наверное, нескольких лет так очень сильно беспокоит, занимает. Может быть, вы скажете по нему свое мнение. Все-таки диагносты, ну, специалисты, которые занимаются лучевые методы диагностики, там, кардио, какие-то другие методы, гастроскопия. Да, вот они обладают каким-то багажом информации, они способны оценить и выдают нам, можно назвать, ну, можно нам, клиницистам свое заключение, допустим. А у нас вот в урологии сложилась такая традиция, еще когда была внутривенная урография, сейчас, конечно, мы в основном на КТ смотрим всю информацию. Я читаю заключение, откладываю его в сторонку и беру снимочки. Обязательно, особенно если я несу ответственность в операционной за этого пациента, я обязательно смотрю на снимочки. Вот у меня вопрос всегда меня мучает. Вот скажите, есть необходимость клиницисту самому понимать информацию, которую дарит нам на сегодняшнем современные методы, такие тяжелые, как говорится, диагностики, в том числе и МРТ? Я думаю, что да, потому что у каждого доктора есть свое видение, свой объем знаний, багажа, и мне кажется, немножко есть проблема у диагностов в том, что они не видят пациента в лицо. То есть мы, отправляя пациента на обследование, мы знаем все его мелкие-мелкие особенности, мы знаем, с чем он не спит, что его больше беспокоит, когда у него боль возникает, в каком месте эта боль возникает, и что для него ценно. Для диагноста приходит пациент, у которого на бумажке написано фамилию доктора, фамилию пациента, направление, и что сделать? В лучшем случае есть какое-то описание статуса, и диагност просто видит то, что видит, то есть он не видит целостную картинку. Вот на самом деле мы решили немножко поменять это отношение именно в отношении МРТ и других наших диагностических исследований, которые есть в центре. У нас доктор, прежде чем пациент, врач-диагност, прежде чем пациента класть на тот же аппарат МРТ, он встречается с пациентом и выслушивает его, и пациент ему рассказывает то же самое, чтобы он рассказал мне, как доктору. И только после этого наш доктор говорит медицинской сестре-рентген-лаборанту, какие программы выбрать, какие параметры выставить, какой шаг выбрать на МРТ. То есть мы сейчас несколько ушли от рутинного МРТ и перешли к персонализированному МРТ, когда ценность пациента важна. То есть поясница болит у 95% людей старше 50 лет, но у кого-то она болит с тем, что отдает в левую ногу, у кого-то она болит с тем, что отдает в правую ногу, у кого-то отдает в обе ноги, у кого-то вообще еще и руки не имеют. И вот когда пациент приходит только вот с одной бумажкой к диагносту, вот это, мне кажется, основная проблема. То есть проблема в том, что диагност не видит живого человека. Многие люди просто сидят перед экранами, описывают снимки, отправляют эти снимки пациента. Мы, чтобы уменьшить количество ошибок медицинским, чтобы улучшить для пациентов результат самого исследования. Вы представляете, какой восторг у пациента, когда его доктор выслушал, когда медицинская сестра его положила на МРТ, сделали ему это исследование именно под него. И когда пациент выходит, мы его сажаем вот напротив этих экранов, и доктор ему говорит, я буду готов ответить вам и полностью дать заключение через 24 часа. Но сегодня я вижу вот это у вас и вот это. Вот посмотрите, у вас диск был 6 мм, сегодня он у вас стал 8 мм. И когда ты пациентам на картинке это все показываешь и рассказываешь, это совсем другой уровень. То есть пациент никогда не понимает, что такое грыжа диска у него. Где она? То есть ему дают диск, он с этим диском идет к ортопеду или к нейрохирургу, и все. То есть никогда... Многие нам говорят, вы представляете, вы первые люди, которые нам просто на экране показали, где у меня что есть. То есть и этот вот восторг пациентов, он настолько, не знаю, классный, что вот хочется его еще делать, делать и дарить ему. Потому что вот как бы и выполнить исследование, и не знать, что тебе выполнили, получить какую-то бумажку, получить диск, и с этим диском просто уйти к своему доктору, который тебе уже пересказывает. А здесь тебе прям на больших-больших экранах показывают, что у тебя, какой у тебя прекрасный внутренний мир. Да, Езида Маратовна, тут такие два, наверное, вектора движутся. Диагносты двигаются к клиницистам, и мне кажется, клиницисты обязаны двигаться со временем диагностов. Опять же, тут цифровые технологии. Я же не зря к этому подвожу, в том, что если есть возможность получить информацию в сыром виде, в тех же дайкомовских видах, и иметь доступ не только у диагносток этой информации, но у врача-клинициста, мне кажется, это создает не только вот эту партиципативность, которому вы говорите, вовлеченность пациента, но дает колоссальную информацию лично самому врачу, врачу-клиницисту в этом направлении. А у вас, видимо, в клинике врачи-врачи диагноз настолько хороший, что они углубляются в клиническую сторону. Ну так где-то вот должно мне когда-то, кажется, должно пересечься и превратиться все-таки в врач из простого чтеца заключения УЗИ. У нас в урологии УЗИ, это же кошмар, кошмар. УЗИ невозможно читать чужие, ты должен сам поставить датчиком, сделать ультразвук, и поэтому, конечно, мне кажется, вот здесь цифровые технологии, возможность получить сырую информацию, сырые данные, ну сыры, в хорошем понимании, именно в дайком формате, самому врачу поработать с ними, и задача которого принимать клиническое решение, мне кажется, это здорово. Да, и сейчас даже мы понимаем, что многие гастроэнтерологи хотят видеть картинку, а когда делается эндоскопическое исследование, доктор просто сам видит и дает заключение. Мы двинулись немножко дальше, мы второй центр в России, который вот у нас есть эндоскопическое оборудование компании Fuji, мы запросили, что мы тоже на эндоскопию хотим дайком, и мы хотим идти в файл. У вас есть эндоскопия? Да, мы хотим передавать их гастроэнтерологии, и сейчас у нас гастроэнтерология, когда у нас пациент приходит, он получает у нас не только исследование, он еще получает флешку, где у него все слизистые, с подсветкой, без подсветки. Мы фотографируем даже хеликобактерный тест, отправляем, вот посмотрите, у него такой тест. У вас несколько модальностей есть, у вас МРТ, есть фактически визуальная гастроскопия, да, и вы ее тоже можете сохранить в дайком формате. Да. И вы это делаете. Да, и мы отправляем гастроэнтеролога. Вообще шикарная, шикарная ситуация. Потому что гастроэнтеролог должен видеть, какая была слизистая до, какая там язва была до, какая атрофия была до, и потом после того, как назначил лечение, насколько оно эффективное. Потому что иногда пациенты попадают к разным докторам, и вот эту вот степень отследить, насколько вот изменения прошли, достаточно сложно. Ну, перед тем, как мы посмотрим ваше оборудование, ваши рабочие места в каком-то деле, последний у меня вопрос. Он такой, знаете, может быть, не совсем врачебный даже где-то вопрос, но я знаю, что в Москве есть экоцентры, которые предлагают полное МРТ-сканирование всего организма. Я уж не знаю, как это возможно, но, наверное, возможно. Мне как-то делали МРТ-коленку, я один раз в своей жизни использовал МРТ лично на себе, при этом много назначал пациентам своим, но я выяснил, это долго. Я никогда не думал, что это долго так. Во-вторых, это так шумно, я так переживал, хотя травму было время бега. Как вы относитесь к этой технологии такой полного сканирования? Что вы о ней вообще знаете? Здорово это, нет? Ну, это очень здорово. Мы тоже проводим у нас в центре, это продолжается примерно 2 часа. 2 часа через еду вот так и вот так. Мы делаем все от макушки до кончиков ног. Особенность здесь, у нас катушки очень мягкие. То есть это нет... Только как мягкие. Да, они действительно такие же мягкие, они обхватывают пациента, и это особенность вот GE, последних моделей GE, когда катушки очень мягкие и гибкие. То есть к нам приходит вот такой пациент, то есть мы его полностью обхватываем катушками для брюшной полости. То есть они очень мягко ложатся, они буквально как одеяло укутывают пациента. То есть это не те пластиковые штуки, которые вот так вот раньше закрывали над пациентом. И поэтому находиться на МРТ в течение двух часов достаточно легко. Плюс у нас стол, он повторяет форму тела человека. То есть мы кладем пациента, и матрас, он под форму тела человека. То есть два часа можно полежать, да? Два часа можно полежать, да. И понимать нужно, что МРТ всего тела – это скрининговая программа, которая исследует на предмет наличия онкологии, каких-то грубых изменений со стороны организма. То есть это включает головной мозг, пазухи, глаза, все уши, руки, ноги, брюшную полость, малый таз, простату, да. Мы, кстати, простату, программу по простате мы настроили по европейским клиническим рекомендациям, делаем по Пайрац. Пайрац. Да, то есть мы вот пошли навстречу урологическому сообществу. Урологам везет. Конечно. Спасибо большое. Давайте посмотрим, как все это в реальной жизни работает. Давайте. Так, президент Мартов, давайте, ведите по вашему космическому камеру. Мы еще сделали интересную вещь. Мы тут не видно, да, или некрасиво видно? Мы отказались от регистратуры, у нас ее нет. На самом деле мы отказались от самого понятия как регистратура, потому что это барьер между пациентом и медицинским учреждением. Поэтому все пациенты у нас приходят, присаживаются за столики, и к ним подходит наш администратор. Администратор у нас носит такую специальную униформу. Мы ее стилизовали под черно-белые цвета, и у нас предлагаем кофе, чай. То есть пока пациент ожидает, у него идет такое приятное время. Мы всегда ставим классическую музыку, фортепиано, кофе, чай, ожидания. Мы уже тут посидели, подождали, беспорядок навели тут, видите. Ну, я думаю, у наших зрителей сложится правильное впечатление. Здесь мы... Что тут просто какое-то космическое система управления полетом. Илон Маск, мне кажется, это... Он у вас копировал что-то, да? Да, это вот как раз наше МРТ операционное. Вы видите, там дальше у нас МРТ. Так, сейчас мы подозрели. Это рабочее место, да? Это рабочее место, да? Это вот у нас фокусировано в ультразвукостол как раз. Это у нас МРТ, и вот это рабочее место доктора, когда он зовет пациента. Маташ... Это прям, наверное, какой-то сервер, да, где данные хранятся? Да, да. Мы еще отказались от табличек стандартных. Ох, ты красиво! Да, мы сделали такие таблички, чтобы пациент понимал, кто сейчас... Вот сегодня это так, включенное рэндомли, но обычно, когда вот у нас наступает время приема, то есть вот здесь кто сидит, то его табличка начинает именно гореть. Сейчас мы с вами зайдем как раз на МРТ и посмотрим на сам стол МРТ. Да, ну понятно. Это вот тот самый стол фокусированного ультразвука. Мы, когда делаем операции, мы... Это катушка, да? Правильно? Это вот... Сейчас я уберу здесь. Это сам шлем. Ну это МРТ, правильно? Нет. Это МРТ-катушка со шлемом фокусированного ультразвука. И там ультразвук внутри, да? Сейчас мы с вами посмотрим. МРТ. То есть вот все, что вы видите здесь, маленькие квадратики, это ультразвуковые передатчики. Вот здесь их 1024 штуки. Вот эти вот квадратики черные, это как раз участки, которые гасят кавитацию, про которую вы спрашивали. То есть эти участки быстро на 0,1 и 0,3 секунде ловят кавитацию и эту кавитацию гасит. Если вы подойдете с этой стороны и посмотрите, вы увидите, что к каждому передатчику приходит... То есть вот эта система, она вся собирается вручную. Каждый стол уникальный. И пока на нем не начнешь работать, ты не понимаешь мощности данного стола. Официально, например, он ограничен по плотности костной ткани. Официально мы не можем брать людей, у которых плотность костной ткани меньше 0,35. Но мы недавно пролечили пациента, у которого плотность была 0,32. То есть я теперь знаю, где у него есть нитро. Как это нитро можно включить и как вот эти... То есть если здесь есть 1200, верхнюю мощность, то я знаю теперь, как его разогнать до 1400. То есть вот это все, это такой гиперболоид, состоящий из ультразвуковой матрицы, которая генерит ультразвуковую волну, и она фокусируется в определенной точке. Голова пациента находится вот так. Между головой пациента... Она фиксируется, да? Да, вот сюда фиксируется нейрохирургическая... 0,2 мм противого, да? Здесь у нас рама, и здесь голова пациента. И между головой пациента и ультразвукомыми передатчиками постоянно течет прохладная вода 18-15 градусов для того, чтобы не получить ожоги. Ну тут МРТ нет, да, самого МРТ? Катушка, и там внутри есть катушка, да. Понятно. Здорово. Да, сейчас мы зайдем на наш МРТ. Девочки, давайте включим МРТ. Как мы его красиво включаем. Да, не заберем. Ух ты! Да, вот мы специально сделали такую светотерапию для наших пациентов, чтобы им было приятно находиться на МРТ. Стол наш выдерживает 225 килограмм. Да, да. Отколько диаметра? 70 сантиметров. То есть апертура тоже очень большая. И самый тяжелый наш пациент был 170 килограмм пока. 225 мы еще не набрали. Здорово. А это что? Это к фокусированному ультразвуку идет техническая часть. То есть вот все, что вот за этими стенами еще спрятано, чтобы вас только и туда не притянуло. Не притянуло, Максим, там же магнитом. Что, не ходило? Да. Вот все, что вы видите вот за этими стенами, там еще... Саус, а не смотрел, там всякие там. Там огромное количество оборудования, которое поддерживает постоянную жизнь и МРТ, и стола фокусирована в ультразвуке. То есть вот у этого стола только 8 шкафов, которые помогают его работе. Мы хотели бы вас на операцию пригласить в следующий раз. Может, прилетите? Ну, как возможности будут, да. Тут сложно, конечно, сказать что-то. А вы делаете под наркозом или все-таки пациент в сознании? Пациент находится в сознании, потому что во время операции мы делаем много двигательных тестов. То есть это все тесты такие, такие... Он у нас... Они рисуют у нас спирали. То есть мы вам покажем на видео, как это делается. Ну, даже седации нет. Нет, нет. И он отвечает на вопросы, потому что нам нужно проверить, что нет дезартрических нарушений, что он хорошо говорит, и речь у него не нарушенная. Оперируете вы? Оперирую я совместно с двумя неврологами. Два невролога у нас следят за неврологическим статусом пациентов. У нас есть врач МРТ Дмитрий Константинович Крикотин. Сегодня, кстати, день невролога. Да? А я вас поздравляю. Поздравляю. Шикарно. Что еще можем показать? С каким-то... Ничего показать. Здесь мы готовим пациентов на операцию. То есть там мы их бреем специальные, накладываем. То есть у нас вот такая процедурная, она оказалась такой всей прозрачной. Вот. У нас здесь есть палата для пациентов, но она такая типовая. Типовая, да, сейчас мы приедем такого уровня. Типовая это слово такое. Да, типовая палата с функциональной кроватью. Да, 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 с холодильником. С баром, да. Типовая. Ну, конечно, побывав в Америке, наверное, это типовая. Давайте сейчас эндоскопию можем посмотреть. Давайте. Эндоскопия это то, которое мы... Гастроскопию, да, Игорь? Или там не только гастроскопия. У нас в России гастро и колонны должны быть отдельно. А что это за идея? Это Игорь Вячеслав Степанович Бузаев. В честь него мы назвали наш центр. Это хирург, эндоваскулярный хирург, который у нас в республике первым привез эндоваскулярную хирургию и ушел из большой хирургии, чтобы стать эндоваскулярным. И вся его жизнь была посвящена тому, чтобы минимизировать операции, чтобы детей с пороками сердца не оперировать в открытую. И вот мы смогли воплотить его мечту, чтобы не разрезая делать. То есть это вот самая большая его мечта была. Вся система здравоохранения, вся медицина движется от инвазии к малой инвазии. А потихонечку вообще, мне кажется, должна когда-то такая стать ситуация, когда вообще не будет операций. Еще многие наши хирурги говорят, что самая лучшая операция, которой удалось избежать. Поэтому, конечно, весь тренд всей системы здравоохранения, минимизацию вот этой агрессии, которую мы оказываем организмом, потихонечку, наверное, там таблетки, а потом вообще зарядки, все какие-то методы, предсказания. Здесь у нас живут гастроэнтерологи. Так, это наш эндоскоп. Закрывают так. Мы посмотрели, как работают японские медицинские центры. Потому что Япония несколько десятков лет назад была на первом месте по раку прямой кишки, толстого кишечника и раку желудка. Я посмотрела, на каком оборудовании работают японцы и увидела, что в основном это не Олимпус, а это Фуджи. Дальше я начала искать, почему они все сидят на Фуджи. И оказалось, что у Фуджи очень интересная система света. То есть в эндоскоп вставляются светодиоды, не фильтры, как это делает, например, Олимпус или другие компании. И эти светодиоды, они помогают подсветить слизистую так, что вот у них есть специальное свечение, BLI и LCI. Это свечение в синем цвете, в красном цвете. То есть если в синем цвете мы видим всякие разные вещи, которые не видятся в белом свете. А в LCI мы видим красный, еще более красным. И можем сказать, это язва или это эрозия, или это еще что-то. То есть в принципе на столе наш доктор даже может сказать, это рак, это предрак, это не рак. И плюс ко всему здесь безумное увеличение в 145 раз. То есть маленький-маленький полипик, можно его увеличить в 145 раз. И записать все это. И записать это в дайком формате и получить на флешке. И дать клиницисту, чтобы он сам оценил. И записаться онлайн и на МРТ, и на эндоскопию. Поменять время, поменять врача. То есть это вот. Шикарно, спасибо. В любое удобное время.